ПЕСНЯ Святая Равноапостольная Нина, Просветительница Грузии, моли Бога о нас! 27 января, дорогие друзья, мы с вами по православному календарю будем совершать память Святой Равноапостольной Нины. И вы знаете, у нас в Николаеве есть замечательная церковь. Мы сейчас здесь находимся. Она была построена в честь Святой Равноапостольной Нины. И ее настоятель, протаерей Валерий Голуб, он сейчас, вот посмотрите, друзья, он держит в руках крест Святой Равноапостольной Нины. Они недавно вернулись из Грузии, где поклонялись мощам Святой Равноапостольной Нины. И вот эту радость, вот это удивительное состояние и ощущение и праздник сердца и души готовы передать и вам, дорогие наши телезрители. Отец Валерий, вы недавно вернулись из Грузии. У вас в руках такая Великая Святыня, крест Святой Равноапостольной Нины. Будьте добры, как вы совершали эту поездку? Рассказывайте. Милостей Божьей, вот уже 8 лет, как построен наш Святой Храм всей, в честь Святой Равноапостольной Нины. И вот всех 8 лет я мечтал о том, чтобы посетить Иверскую землю, поклониться тем местам, куда пришла, где проповедовала, где совершила свой подвиг Святая Равноапостольная Нина. И вот только в прошлом году, в конце октября, Милостей Божьей нам довелось посетить Святую Иверскую землю. Милостей Божьей мы посетили несколько городов, это и старую столицу Грузии, город Мцхетти, где именно является основной святыней. Там Великий Храм построен, первый храм христианский на Иверской земле, в честь животворящего столба. Это то место, где была захоронена Сидония из Хитона Господним. И куда пришла Святая Равноапостольная Нина, где она совершила проповедь свою, где по ее молитвам был обретен Святой Хитон. И где был построен первый храм христианский, сначала деревянный, а потом уже сейчас великий каменный храм, в честь 12 апостолов. Называется он Святоцхелий. Отец Валерий, Вы были и в Бодбе, где почивают мощи Святой Равноапостольной Нины. Вы и были в горах, где находится старинный монастырь, в котором был игуменом... Расскажите, пожалуйста, Ваше впечатление, вот даже не то, что впечатление священника, а чисто впечатление верующего человека, который находится рядом с такой святыней. Вы знаете, понятно, что когда проезжаешь Иверскую землю, когда видишь старинные монастыри, там особый дух благодати Божьей, особый дух подвижничества, потому что монастыри не имеют такой красоты, благолепия, как у нас монастыри, но они имеют дух монашеского подвига, дух старовины и дух молитвы. И, как казалось бы, с развалин, но выходят монахи, подвижники, которые совершают молитву и совершают великий подвиг. Милостей Божьей, когда мы ехали в город, в селение Бодбе, именно то место, откуда взошла, когда просветила она центральную территорию Грузии, светом евангельской истины, она взошла и на восточную Грузию, то есть Кахетию, и там поселилась в селении Бодбе, где пришло к ней много людей, она просветила их Евангелием, и среди них и была царица этой стороны, София, которая также приняла христианство и весь народ. И там и почила святая раноапостольная Нина, когда прислала к царю Мириану, послала послание о том, что она извещена о ее ближайшей кончине. И он приехал вместе с патриархом и со всем народом, которые почитали святую Нину, и получили от нее благословение и поклонились ее святым мощам, когда она уже почила. Они хотели ее забрать в Мсхете, то есть там, где она начинала свой подвиг проповеди, но не смогли сдвинуть ее с места, и поэтому она и похоронена там, на горе, и когда приходишь на то место, там построен великий храм в честь святого великого мученика Георгия Победоносца. И в этом храме как раз и под спудом почивают я святые мощи. И с этой горы видно Алозаннскую долину, очень такое хорошее и красивое место, и поэтому удивляюсь, понятно, не удивляюсь тому, почему именно святая апостоль Нина избрала это место для своей блаженной кончины и своего пребывания там. Сегодня там уже действует женский монастырь в честь святой апостольной Нины, и построен уже новый великий храм в честь святой Нины, сразу рядом, но он еще не закончен, и еще там не совершаются службы, он еще не освящен. Отец Валерий, говорят, что на месте погребения святой равнопостольной Нины в Бодбе, где почивают ее святые мощи, совершается много-много различных чудес. И каждый верующий, который преподает с молитвой к святой равнопостольной Нине, он обязательно, если это есть на то, воля Божья получает просимое, и главное, получает утешение в скорби или в какой-то нужде. Вы знаете, каждый человек к каждому святому месту, когда приезжает, он получает попросимому, если есть вера, и он с верой приходит к тем или иным мощам святых, или кто поклоняется тому или святому месту. Поэтому нам тоже, милостив Божьих, когда мы приехали именно в Бодбе, помолились там у гробика святой равнопостольной Нины, мы получили благословение вот этот святой крест, именно с которым святая равнопостольная Нина пришла на землю Иверскую, и с которым она начала проповедь Евангелия. И также, поклонившись ее святым мощам, можно сказать, что мы тоже понравились великой радости, потому что посетили и монастырь Давида Граджийского, это 50 км в сторону, среди пустынь, гор, наверху горы, уже на границе с Арменией, там в горе, в скалах, исеченной келии, где и подвязался преподобный Давид Граджийский. Он был один из 12 ассирийских монахов, которые пришли на землю Иверскую для того, чтобы утвердить монашескую жизнь. И они были как бы родоначальниками монашеских подвигов и монашеской жизни на Иверской земле. И пришли они в середине VI века, и поэтому-то и история Иверской земли и гласит до их пришествия и после, то есть какое было христианство до пришествия ассирийских монахов, и какое уже стало после того, как они прошли и показали подвиг монашеской жизни, как должно быть, как они совершали сами этот подвиг и призывали людей к молитве, к покаянию и милости Божией. Ну и еще одно чудо, которое у нас произошло, когда мы были на горе, где поселилась, как только пришла святая Нина в Иверскую землю, вот в город Мцхетти, то там есть маленькая церковь, ушка в честь святой Нины, и когда мы туда взошли, на это место, то там есть один блюститель, который ухаживает за этим местом, имя его сосаник, то есть Александр, и он передал нам благословение и сию иконочку, узнал о том, что мы служим, что я служу в храме святой Нины, и передал благословение, то есть эту иконочку, святой ревнапостоль Нины, сняв ее с цены и сказал, чтобы эта святая иконочка всегда вам напоминала о вашем паломничестве на Иверскую землю, и все, кто будет мне прикладываться, чтобы также чувствовали ту благодать, с которой он нам ее дает, чтобы все смогли духовно окунуться и поклониться местам, где проповедовала святая ревнапостольная Нина. И сегодня эта икона сохраняется в нашем Николаевском храме в честь святой ревнапостольной Нины, и святая ревнапостольная Нина, она просвещала Грузию, но она просвещает и нас, она пришла и на нашу землю, и вот эта замечательная церковь, построенная в ее честь, она тоже как светоч сияет и зовет, и те, кто обращается в молитвах к святой Нине, конечно, не отходят неутешенными. Однозначно, и мы для этого и здесь несем свое послушание по благословению Владыки, мы вместе с отцом Василием, который очередно здесь служим, совершаем молитвы, вы видите, что эта церковь наша построена на территории воинской части, она еще служит и не только духовным укромлением, как бы для наших жителей, но еще и для наших воинов, которые приходят из зоны АТО, здесь у нас и духовно-просветительный центр, реабилитации, и как для воинов АТО, так и для беженцев из Востока, и всех, кто приходит сюда, каждому стараемся помочь, утешить, поддержать и духовно укрепить. Поэтому поздравляю всех с праздником Святой Ревна Апостольной Нины, всех именинниц поздравляем, с праздником желаем дабы милостей Божьей, вашей небесной покровительницей, Святой Ревна Апостольной Нины, молитвы на ходатайство, при престоле Божьем, во спасение душ ваших. Всех с праздником и всем многое лето. В Миколаевской церкви Святой Ревна Апостольной Нины зберегается чимало дивовижных благодатных икон. Дивлячись на які, розумієш, что Господь и его святые угодники поруч с тобой и чуют твой кошный подих. Сама церква была сбудована у 2008 году за благословением митрополита Миколаевского и Очакевского Висока Преосвященнейшего Петерима и сразу полюбилась миколаевцям. Святая Ревна Апостольная Нина, просвятительница Грузии и земли Иварийской, ниней прийшла и на нашу миколаевскую землю и своим благодатным молитвеним покровом покривая и нас усих. Святая Ревна Апостольная Нина, моли Бога за нас, слава Богу за все. Субтитры создавал DimaTorzok